Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер. Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня православный священник Игорь Фамина, Дядя Цыгарь. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефон на прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам. Также пишите в WhatsApp 2306191. Ну вот вчера, когда я готовилась к интервью с вами, у меня как раз под окнами так символично громко проводили время подростки, и они слушали трек одного знаменитого и популярного среди молодежи рэпера Фейса. И там были вот такие строчки, я даже себе их выписала, чтобы процитировать. «Я не верю в Бога, я не чувствую его любви. Бог в меня не верит тоже, сокращая мои дни». Любовь Бога можно почувствовать, и что необходимо для этого? Да, конечно. Любовь Бога можно почувствовать, и люди верующие, конечно, чувствуют эту любовь. Точно так же, наверное, как чувствует любовь ребенок своих родителей, как чувствует родитель любовь своих детей. И это очень часто бывает, конечно, больно для разных, скажем так, объектов, которые это чувствуют. Но мы же с вами имеем совесть, мы же с вами имеем какие-то другие органы, скажем так, восприятия, которые совершенно при хирургическом вмешательстве в наш внутренний физический мир не обнаруживаются. Но и вы любите кого-то, и вас любит кто-то, не очень часто это нельзя выразить даже словами. Так что мы можем почувствовать любовь Бога. Вот говоря о земной любви, например, у Достоевского, братья Карамазовых, там старец Зосима, когда он общается с прихожанкой, он говорит о необходимости любви деятельной. Что это значит, деятельная любовь, и почему именно она необходима? Если мы с вами препарируем любовь, если позволите так выразиться, то внутри мы обнаружим три вещи. Это радость, благодарность и жертвенность. Ну, про радость и благодарность, я думаю, здесь все понятно, но отчасти назовем тогда. То вот именно жертвенность – это и есть деятельная любовь, через которую человек, ну, к примеру, проявляет свое внимание, заботу по отношению к другому. В этой жертвенности совершенно… Почему она называется жертвенностью? В этой жертвенности совершенно нет личного какого-то момента, личной выгоды. Если мы с вами будем внимательно читать Священное Писание, Библию, Ветхий Новый Завет, то мы удивимся, насколько странно это название «Завет» человека с Богом. Завет, то есть договор, он подразумевает под собой обоюдную выгоду и Бога, и человека, в данном случае. А вот, читая Ветхий Новый Завет, мы совершенно не найдем выгоду Бога. Там все направлено только на человека. Даже, как ни странно, вот эти запретительные ветхозаветные заповеди – «Не убей, не укради, почитай» и так далее – они все равно направлены, в общем-то, на человека. К примеру, деятельная любовь может выражаться грамотной подачей милостыни. Это тоже очень важный вопрос. К примеру, я прямо про себя расскажу, и вы поймете, о чем идет речь. Я настоятель храма, к которому сейчас подъезжаю. И у нас два года тому назад около храма появился нищий. У нас недавно построенный храм, и вот это был один из первых нищих, который появился. Он не крещеный, он не верующий, он вообще азербайджанец. Стал просить милостыню. Такой был гладенький, хорошенький, чистенький, аккуратненький. Ему помогали. За два года он превратился в такого старика, спился, в общем-то. И, я думаю, еще пройдет какое-то время, и этот спившийся человек умрет, сгорит от алкоголя. Но кто ему дает на этот алкоголь деньги? Милостивые люди. Те, которые сострадают, пытаются как-то ему, в общем-то, помочь и там подобное. То есть, оказывается, не каждая милостыня является милостыней или деятельной любовью. Так что вот здесь мы должны очень четко разделять, что такое настоящая деятельная любовь и что это относительно деятельная любовь. Вот вы сказали сейчас о милостыне, да, и в одной из своих лекций вы говорили о том, что любовь проявляется тогда, когда ты начинаешь жалеть. Часто люди говорят о том, что жалость – это такое чувство, ну, не самое лучшее, даже в некотором смысле уничижительное может быть, когда ты смотришь с высока, снисхождение, жалость. Как это чувство вы понимаете? Жалость переводится с церковно-славянского языка как любовь. Поэтому, естественно, любые слова, любые какие-то понятия у нас претерпевают, к сожалению, различные, очень часто негативные метаморфозы. И вот жалость – это теперь уже понимается, как смотреть на человека с высока. Но на самом деле жалеть, то есть жаловать человека, то есть помогать ему, мне кажется, это совершенно, в общем-то, неправильное понятие, что смотреть с высока. Разве родитель смотрит с высока, когда помогает своему ребенку приобрести, допустим, образование или еще что-то? Конечно, нет. У него включены другие функции. Функции, направленные на то, чтобы ребенок приобрел какие-то навыки. Да, здесь приходится и труд, здесь есть и пот, и слезы. Все есть. Но вот с высока здесь родители совершенно не смотрят. Если говорить о жалости и о том дискомфорте, который человек может испытывать, когда кого-то жалеет, если мы говорим, скажем, о людях обездоленных, которые просят милостыню. И ведь нередко человек подает милостыню для того, чтобы успокоить себя. Вот как вы считаете, есть такая проблема? И как к этому относиться? Ну, мы привыкли, да. Есть определенная проблема. То есть человек выполняет какие-то положительные навыки, приобретенные. Причем подает всем всегда и везде, без разбора. Скажем так, не опираясь на справедливость. Я тоже об этом хотел бы затронуть. Немножечко о справедливости. Да, действительно, но надо думать, кому, в общем-то, можно помогать, кому нельзя. Кто готов это воспринять? Кто не готов? Кому это пойдет на пользу? Да, вы скажете, ну вот решать за другого человека, пусть он сам распорядится. Нет, на самом деле здесь все-таки мы должны немножечко задумываться о том, что будет с этим человеком, которым мы помогаем. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, звоните также из-за рубежа код плюс 371 и пишите в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Вот еще одно интересное определение, опять же, из Достоевского о том, что любовь мечтательная жаждет подвига скорого. В чем может заключаться подвиг в современном мире и нужен ли он? После мечтательной любви, там же есть оговорка, да, как вы понимаете. То есть любовь мечтательная требует скорого подвига, то есть необдуманного подвига. Ну, действительно, мы чем-то можем увлечься очень сильно и устремить все, в общем-то, усилия на, скажем так, данный объект. А насколько это, в общем-то, принесет на пользу и данному объекту, и нам с вами, это, конечно, большая проблема. Но ведь зачастую подвиги, они нерациональны, скорее, иррациональны. И люди, совершая подвиг, часто действуют вообще вопреки рациональному. Как вы считаете, например, вот, скажем, когда Данка вырывает сердце и освещает путь, условно, если мы возьмем образы из литературы? Ну, это красивый очень образ, естественно, да, что он вырывает свое сердце. Подвиг, наверное, он становится подвигом уже после совершения того или иного действия. Ему дается такое наименование. А пока оно совершается, все пристально смотрят, будет ли это подвигом в дальнейшем или нет. Есть, естественно, какие-то действия, которые неминуемо приводят к подвигу. Но не всегда, наверное, наши действия можно расценить как подвиг. Но человек должен руководствоваться умом или сердцем, принимая решение о совершении подвига? Дело в том, что независимо от того, являешься ли ты верующим человеком или не являешься, признаешь ли ты наличие души или не признаешь, ты все равно являешься трехсоставным. То есть люди, допустим, не знающие о законе всемирного притяжения, все равно, выпрыгнув из окошка с девятого этажа, упадут на землю. Я думаю, никто это отрицать не будет и без проблем не долетит до своей работы, в общем-то, не зная о законах земного притяжения. Человек не может принимать решения только сердцем, не может принимать только разумом. Он трехсоставен – дух, душа и тело. И это все работает в комплексе, назовем так. Начиная от его воспитания и заканчивая ощущением и осознанием того, в общем-то, как это должно действовать. Вот здесь, наверное, надо поговорить о справедливости, как ни странно. Что же такое справедливость, давайте скажем так, в моем понимании? Это личностное понимание добра. Этот достоин или не достоин моего подвига, внимания и так далее и тому подобное. То есть вот здесь очень опасная и тонкая грань, о которой мы, в общем-то, должны размышлять и говорить. Если человек идет на риск, совершая подвиг, обдуманно, потому что недавно Россия, да и мир, прощался с Алексеем Леоновым, первым человеком, который вышел в открытый космос. Он однажды был в нашем эфире и рассказывал о том, как он это делал. Он сказал тогда такую фразу, что «если бы я боялся, я бы с вами сейчас не разговаривал». Но человек, совершая этот подвиг и вписывая свое имя своей страны в историю, он ведь шел на риск и мог умереть, а это уже противоречит в какой-то степени библейским заповедям, потому что это могло привести к его смерти, к самоубийству, по сути. Вот как с этим быть, как это трактует религия и вообще церковь? Я думаю, вы глубоко ошибаетесь. Мы не только можем Леонова привести в пример, мы можем привести Александра Матросова в пример, да, вот, если следует такой логике. Да, но множество, допустим, к примеру, совершенно недавних наших соотечественников, я имею в виду начало XX века, лагеря, соловки, когда люди, ну, допустим, распреливают каждого десятка. Да, насчет действий рассчитайся, и мы знаем случаи, когда святые люди, ну, потом они становятся святыми людьми, менялись местами для того, чтобы их расстреляли, а другой человек, в общем-то, остался жив, ему там осталось мало сидеть, он мог увидеть семью, он был молод и там подобное. Дело в том, что вот взять и стандартизировать какие-то вещи у нас с вами не получится. И Господь этого не требует. Это, кстати, очень самая большая проблема христианства, что у нас нет стандартов. Вот в исламе там все понятно. Совершай намаз, делай то, делай все, и тебе все, в общем-то, обеспечено уже в жизни будущей. Гурию будут носить тебе прекрасно обедать и так далее, и так далее, в чем это касается только мужчин, женщины, не участвуют в наследии будущего века, в исламе. А в христианстве есть жуткая проблема. Когда мы придем с вами в Царствие Небесное, то мы скажем Господу, Господи, я не убил, я не украл, я там не своровал, я не позавидовал, я не сделал того и сего, я выполнил твои заповеди. Он скажет, нет, мои заповеди не делай, мои заповеди люби. Услышим ответ. Для чего делается тот или иной подвиг? Когда вообще то или иное действие становится подвигом? Это становится тогда, когда это направлено на благо духовное, или может быть там даже физическое, своих соотечественников, своей семьи, своих детей, ну и так далее. Я не думаю, что обсуждаемый нами с вами или приводимый вами герой, он, когда шел в открытый космос, ставил свою целью прославить страну. Или вписать свое имя в историю. Ну, по крайней мере, мне доводилось общаться, и я точно вам могу сказать, что никакой гордости, никакой, в общем-то, никаких амбиций, что вот я такой секой, там, летал, ну, не было у человека, о котором мы сегодня с вами говорим. Поэтому, вы знаете, вот расценить Александра, допустим, Александра Матросова, что это самоубийство или подвиг ради ближнего, конечно, нет больше любви, чем душу свою положить за други своя. Это мы с вами прочитаем в Священном Писании, в Новом Завете, прямая речь самого Господа. Поэтому не вот так вот просто взять и подойти, а покончил жизнь самоубийством, и все, это у нас с вами не получится. То есть риск в данном случае можно по-разному трактовать? Если человек рискует своей жизнью, то, соответственно, как это оценивается с религиозной точки зрения? Есть ли в этом смысл и благо? То есть это главное? Да, конечно, конечно. У нас звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Лариса. Да, Лариса. А я вот как раз хотела сказать по поводу подвига и самопожертвования. Ведь христианские миссионеры и православные, и католические все, они же иногда в такие места ездили, где дикие люди, они не знали, они оттуда выйдут живыми или нет. И делали они это в честь Бога. То есть они хотели веру привить этим, как они говорили, дикарям. Наверное, вот это тоже подвиг, но это уже не самоубийство. Это обоснованное, убежденное действие. Спасибо. Спасибо вам. Да, хотел бы прокомментировать. Я здесь поддержу, кроме одного, наверное. Не поддержу, конечно, выражение, что этим дикарям невозможно проповедовать любовь, заранее не любя другого человека. Если ты любишь другого человека, ты его как минимум ставишь на равную ступеньку с собой. Точнее даже по-другому-то и невозможно. А вообще всегда, если ты любишь другого человека, ты ставишь его выше себя. Ты смотришь снизу вверх. Поэтому, да, пример был великолепный и замечательный. Ну, можно вспомнить миссионерскую деятельность, например, Даниила Сысоева и его трагическую судьбу как раз. То, что произошло. Да, это мой одноклассник. Мы с ним дружили, в общем-то, и были хорошо знакомы. Вместе учились в семинаре. Его пример, мне кажется, очень наглядный. Он проповедовал Христа среди мусульман не для того, чтобы посрамить мусульман, а для того, чтобы каждого из них, с кем он общался, привести ко Христу и спасти. Вот если говорить о силе любви, насколько любовь может быть преображающей в человеке? Например, если вспомнить, скажем, к примеру, сказку «Оленький цветочек», когда чудовище сталкивается с любовью, он избавляется от потребности быть чудовищем. Вот насколько это может возразить? Да, это великолепная сказка. Спасибо, что вы ее упомянули. Мне кажется, здесь, знаете, сила любви, скорее всего, выражается именно в красавице. Это очень замечательная семейная сказка, когда какая-либо красавица выходит за чудовище, а потом это чудовище с помощью ее любви, с помощью ее заботы становится прекрасным принцем. Вот она его поддержит, и все у него получится. То есть такая созидающая женская сила, в первую очередь. Да, 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 да. Я думаю, вы корыстно эту сказку упомянули, да. Но, тем не менее, ведь можно еще один пример вспомнить, где взаимности не случилось. Это Виктор Гюго, собор Парижской Богоматери, но Квазимода становится лучше. Это любовь. Эсмиральда не ответила ему взаимности, но она делает из него такого хорошего человека, можно так, наверное, сказать. Ну, пример примерно такой же, да. В общем-то, да, то, что она не ответила взаимностью, это не значит, я имею в виду, в человеческом качестве, она не ответила ему взаимностью, насколько мы понимаем, да. А любовь-то, она же не только простирается от личностного отношения, но и любовь, она может быть и в христианском смысле. Человек любит другого человека в свете Христа. Господь, он видит, что Господь о нем промышляет, и раз не Христос его любит, то и я, в общем-то, буду делать все, чтобы полюбить этого человека. Любовь – это не только супружеские взаимоотношения, да. Мы упомянули в собор Парижской Богоматери, насколько любовь одного человека может накладывать ответственность на другого? То есть, есть ли ответственность на том, в кому любви признались за чувства влюбленного? Ох, этот сложный вопрос вы задаете. Действительно, любовь, не говоря о любви, это же не мимолетный такой взгляд. На самом деле, любовь между людьми, в личностном плане, между мужчиной и женщиной, если брать такой узкий спектр, эта любовь развивается с годами. Я считаю, что настоящая любовь между мужчиной и женщиной после как минимум 15 лет совместной супружеской жизни. А до этого это может быть влюбленность, какой-то период подготовки, причем замечательный эгоистический период влюбленности, через который мы пытаемся выразить друг другу свое отношение, чувства и так далее и тому подобное. Поэтому вот здесь говорить о любви сразу, ну, у нас вообще мир такой, мы обо всем хотим говорить сразу и все хотим сразу получить. А такого не бывает. И все это надо очень долго-долго созидать, выращивать и, в общем-то, лелеть, холить и скармливать. Много звонков у нас, все линии уже заняты. Здравствуйте, как вас зовут? Да, слушаю. Елена, здравствуйте. Добрый. А как вот насчет любви, хочу спросить у вашего гостя, и самоубийства? Самоубийства военной любви? Ромео и Джульетта имеете в виду, кстати? Нет. Нет. Не Ромео и Джульетта, а вообще. У меня, например, был один пациент, который совершил самоубийство во имя любви. Так вот. Вы врач, да? Да, я психотерапевт. Да, спасибо вам. Ну, вот в данном случае во имя любви, самоубийства, вы знаете, вот сейчас я буду отвечать, я постараюсь ответить, но, поверьте, это не, скажем так, финальный приговор человека. Мы можем о многих каких-то вещах только догадываться в духовном мире, ну, в той степени, насколько нам это, в общем-то, открыто. Поэтому я считаю, что самоубийство во имя любви, оно, в общем-то, ну, нереально, если это только, как наш слушатель сказал, что это между мужчиной и женщиной, да, любовь. То есть личностная такая любовь, не общественная, это не любовь, допустим, сострадательная Александра Матросова к своим однополчанам, да, это немножечко другое, насколько я понимаю. Вот, в данном случае это подвиг. А любовь, что, в общем-то, я лишаю себя жизни из-за другого человека, из-за невзаимности, из-за того, что не обращает на меня внимания. У меня был случай, когда молодой человек повесился перед дверью своей любимой девушки, которая не отвечала ему внимания. Но это и есть самоубийство, которое мы, в общем-то, не приемлемо. Ну, а почему желание обладать так свойственно человеку, и должен ли человек отпускать, уметь отпустить того, кого любит? Да, насильно, мил, не будешь. В общем-то, если человек с одной стороны подошел, с другой, разные бывают случаи. Мы многих можем, скажем так, любить, нам многим могут нравиться, но это, в общем-то, не значит, что чувство такого собственничества, оно должно простираться на все. То есть, другой человек, он тоже человек, он тоже имеет свои какие-то, ну, воззрения, чувства, и мы их должны, в общем-то, уважать. И если ты по-настоящему любишь другого человека, ты обязательно будешь уважать и его мнение. Еще звонок у нас. Да, именно. Слушаем вас. Добрый день. Да, сделайте, пожалуйста, потише ваш радиоприемник. Да, пожалуйста. Вот я бы хотела о такой важной вещи сказать в вашем визаве. Давайте, пожалуйста, вопрос, очень мало времени. Достаточно времени. Вот когда-то, до 1991 года, я была в Псковском монастыре, слышала службу и поняла, что те гонения, которые пережила православная церковь, церковь выдержала. Она давала даже до 1991 года, не просто давала, она людям давала силы. Были очень интересные службы, очень интересные религиозные деятели. А вот сейчас, вы не считаете ли, что сейчас тоже православная церковь переходит в период испытания? Это испытание зла там. Оно настолько обогатилось, и особенно верхушка ее, оно настолько развратилось, и вот это настолько сильное испытание. Сможет ли она это выдержать? Спасибо. Да, спасибо вам. Да, хороший вопрос. Я могу и говорить и про до 1991 года, потому что в алтаре нахожусь с 1984 года, меня пригласили, и, в общем-то, получил порцию, скажем так, гонений, не в глобальном, естественно, масштабе, но так вот в подростковом возрасте от своих директоров, учителей, и тому подобное. Мы продолжаем программу «Абонент доступен», в студии работает Анна Свернова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев, и на прямой связи по скайпу с нами Священник Русской Православной Церкви Игорь Фомин, отец Игорь, здравствуйте, еще раз, вы к нам вернулись. Еще раз, да, вернусь, простите за сбой. Вот, да, я тоже могу повеселить наших радиослушателей рассказом, который они запомнят, или мы отвечаем на вопрос уже, да? Ну, вы продолжаете, вы знаете, вот никого не заинтересует, если в СМИ вдруг попадет информация, что собаку укусила отца Игоря. Это скажут, бывает такое. А вот если СМИ напишут, что отец Игорь укусил собаку, об этом будут долго обсуждать, возможно, придут к мнению, что это возможно, у него тоже есть зубы, и там подобное. Но насколько это будет действительно, знаете, в наш век, когда правду приходится искать, наверное, да, очень сложно говорить. Да. Ну, вот наша радиослушатель как раз дала вопрос о роскоши, насколько я поняла, у некоторых священнослужителей, которая бросает тень своего рода на, в том числе, и православную церковь. Я попытался ответить, да, я попытался ответить на этот вопрос, что мне приходится каждый месяц, в общем, со страхом и трепетом ждать наберу, я не наберу, в общем-то, денег на зарплату сотрудникам нашего храма. У нас звонок только что был сорвался, напомню, номера прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте, как вас зовут? Ну, добрый день, Александр. Да, Александр. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы бы два раза упомянули Александра Матросова, я бы добавил еще сюда Евгения Александровича Родионова в первую Чеченскую войну, он крест с себя не снял, а вот некоторые объявляют себя пацифистами, ни в армии не служат, ни участвуют в конфликтах, никак не хотят. Как вы понимаете пацифизм? Да, спасибо вам. Ну, пацифизм я понимаю, если на нашей российской почве, то я понимаю, как уклонением от обязанности служить Родине. Сам я служил в армии, в общем-то, и было в 88-90-й год, то есть я застал советское время в армии. Я очень этим рад, что я служил и считаю, что каждый должен в меру своих сил отдать долг, если, правда, это очень противное такое выражение, отдать долг Родине, в общем-то, служить. Нас всячески пытаются склонить на то, что это необязательно и так далее. Я считаю, в другой какой-либо стране эти разговоры были бы вообще неуместны. Допустим, возьмем Израиль. Вы бы были людьми второго сорта, если бы не служили вами. Это касается и молодых ребят и девушек. Как вы относитесь, когда священнослужители освещают оружие, ну, или там подводные лодки, стратегические ракеты и так далее и тому подобное. Это все-таки же оружие убийства, как ни крути, для обороны или для обороны, но не важно. Да, в общем-то, я, честно говоря, не сталкивался, чтобы освещали ракеты, на самом деле, но вот какая-то другая техника, да, был, видел, что такое происходит. Благословляет, ну, в общем, не освещается, это благословляется, благословляется то или иное техническое сооружение. Ну, а для чего? Для того, чтобы оно было на страже и, в общем-то, не используясь по предназначению, вы знаете, здесь вопрос такой очень сложный. Для чего это делается? Это не для того, чтобы, как во время бомбежек в Сербии натовские солдаты писали на ракетах с Пасхой, да, вот, когда их запускали. Нет, конечно, не для этого. Это делается для того, чтобы наш щит стороны обороны был надежным, и крепким. Но все равно ведь священнослужитель, он не сталкивается с дилеммой, что это оружие, даже если оно будет и создается, и, в общем-то, декларируется, что оно именно для обороны, оно все равно может убивать. Во всех странах мира, в больших странах мира, есть должность капеллана, да, вы это прекрасно знаете. он призван напутствовать солдат, он призван, в общем-то, им как-то помогать с теми или иными трудностями, возникшими во время службы, во время боевых действий и так далее, и там подобное. Если продолжить вашу логику, то, в общем-то, солдат надо оставить без такого окормления, да, но чем занимаются солдаты? Конечно, священник не будет благословлять солдат в наступательных действиях, впрочем, как и в наступательных действиях, мы не поддерживаем и все наши технические средства, если они будут именно, скажем так, не в наступательных, а в агрессивных, да, участвовать в действиях. Но в оборонительных я очень хочу, чтобы наша армия была мощной, сильной, крепкой, защищала наше спокойствие, и всячески все, что будет зависеть от меня, как от священника, буду это поддерживать. Ну, заповедь «Не убей» получается не абсолютно для выполнения, то есть она не обязательно в какой-то степени? В Священном Писании есть, скажем так, две категории восприятия за Священное Писание. Есть личностное, я и Бог, и есть я и общество. Есть заповедь, где мы говорим о том, чтобы подставить щеку, если тебя ударили. Надо поставить другую щеку. Но я не думаю, что вы ее выполните буквально, если вам в дверь будет, раздастся звонок, и ваша жена откроет дверь, и ее ударят по щеке. Вы же не повернете ее другую щеку, чтобы по той ударили. Я думаю, вы выйдете и накажете хулигана. И я вас поддержу в этом случае, если буду вашим соседом, или буду проходить мимо. Поэтому не убей кого. В агрессии этого делать недопустимо. Если я защищаю свою Родину, то все, абсолютно, все ветераны Великой Отечественной войны в моих глазах являются героями. И мой первый настоятель был участником Великой Отечественной войны, и он служил на Красной площади, и после парада 9 мая ветераны заходили в собор, и мы служили панихидом. И когда на панихиде раздавались слова, я произносил слова, что отпусти им согрешение вольное или невольное, он всегда мне шепотом говорил, что человек, который погиб на войне, он погиб за ближнего, он выполнил заповеды Божьи, ему грехи прощены. Мне так говорил человек, который сам участвовал в боевых действиях. А где Бог в тот момент, когда люди воюют? Он выключает свет, он уходит в тень, почему он это не останавливает? А вы хотите, чтобы это был такой добрый волшебник, который бы пришел, взял вас за шкирку, воюющего с вами человека, разнял, как в общем-то таких маленьких неразумных детей? Если вы довели конфликт до рукоприкладства, то, естественно, этот конфликт придется нам с вами и разрешать. Зло, которое есть в этом мире, это творчество, это произведение наших с вами, богоподобных существ, которые, к сожалению, упали. у нас свободная воля, и вот здесь мы несем полную ответственность за то, что происходит. То есть получается, что в этом смысле бог не всемогущ, то есть он нас не останавливает? Он не насилует нашу силу воли, если вы не можете, скажем так, не хотите этот конфликт, ввиду эмоциональных каких-то своих особенностей прекратить, разумных своих особенностей прекратить, то он дает возможность человеку проявить себя. У нас есть звонок, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Петр зовут. Да, Петр. Ну, религия, как нас учили в школе, везде, значит, она всегда поддерживает власть, какая бы она ни была, понимаешь, вот. А в России тем более, там церковь чуть ли не каждый день открывает новые храмы, обогащается, русская православная там немеряно, а вместе с тем 20 миллионов нищих, бездомных, там, с детским жильем. Да, у нас мало времени. Вопрос такой, там, недавно, значит, один такой выступил, священник, петербургский, как вы относитесь к нему, что власть надо все время критиковать, и церковь должна быть честью людей. Спасибо вам за вопрос. Да, значит, если кого-то критиковать, это значит честь, да? Я так понимаю? Ну, вопрос скорее о том взаимоотношениях между властью и государством. Властью. Властью, церковью и государством. Да, отец Евгений. Ну, если я критикую, значит, я являюсь честью. Мне кажется, это совершенно неконструктивный подход, критика, осуждение кого-либо. Я, в общем-то, за созидательный какой-то момент. Поэтому, вот, если все время кого-то критиковать, ну, да, это низменные чувства человека, на которых сейчас очень часто мы ведем, я имею в виду, мы не как церковь, а как общество ведем, в общем-то, свои какие-то шоу-развлечения, отвлечения людей. Я считаю, что продуктивное взаимоотношение друг с другом, оно ведет к созиданию, а не к разрушению. Если, в общем-то, кому-то чего-то не нравится, ну, что я здесь могу сказать? Церковь, было сказано, что в России всегда с властью, что в царское время, что в советское время, и что в нынешнее время, так я понимаю. Ну, мы можем лишь догадываться, что я имею в виду, наши радиослушатели, но если говорить в целом о взаимодействии церкви и государства, вот патриарх Кирилл не так давно заявил о том, что либерализм в каком-то смысле, по его словам, является греховной идеей, то есть, по его словам, в основе либерализма лежит поставление самого себя в центр жизни. Вот как вы относитесь вообще к условным либералам и консерваторам, и насколько солидарны вы с мнением патриарха по этому поводу? Да, я с этим мнением патриарха абсолютно солидарен. Действия либеральных сил нашего общества я, в общем-то, в личном плане совершенно не поддерживаю и не расцениваю. Либерализм ведет к такому гуманизму, к человеческому, возвышению. То есть, о чем говорит гуманизм? Гуманизм исходит из того, что человек априори прав, человек априори хороший. То есть, здесь будет совершенно отсутствовать воспитательная функция. То есть, человека совершенно не надо воспитывать. Ни маленького, ни большого. Его не надо направлять. Я с этим не согласен. Человек это такая развивающаяся, такая развивающая личность, а которая вполне способна достигнуть очень больших высот. Как в науке, как в разуме, как, в общем-то, в духовной жизни. После громкого трагического события, которое произошло в Саратове, убийство 9-летней девочки, в России начались разговоры о введении высшей меры наказания, о смертной казни. Как вы к этому относитесь? Считаете ли вы, что это допустимо? Я считаю, что общество само должно определить необходимость введения смертной казни. Именно вот по таким вопросам должен проходить референдум, не по каким-то другим вещам, а именно здесь должен проходить референдум, и общество должно высказываться. Я думаю, это было бы даже очень интересно, если бы общество высказалось. Во все времена смертная казнь она присутствовала, когда князь Владимир принял христианство, он отменил смертную казнь на заре Руси в формировании государства российского, но его упросили обратно ввести эту смертную казнь, потому что в общем-то разошлись, разгулялись всякие разбойники, бандиты по дорогам. Давайте мы обратимся именно к обществу, и общество само скажет, нам не сверху спустят, а вот давайте у нас не будет смертной казни, а вот давайте у нас будет смертная казнь. Пусть общество именно по этому вопросу выскажется. То есть получается, что в этом смысле вы как священнослужитель готовы поддержать, если общество лишит введения смертной казни? Я готов принять участие в дискуссии о смертной казни, понимаете? Вообще церкви по этому вопросу намного проще высказываться, потому что наша жизнь для человека церковного духовного не заканчивается нашей смертью, а есть в общем-то и последующее дальнейшее воздаяние человеческой жизни здесь, не здесь, а в жизни будущей, за здешнюю жизнь. Поэтому давайте обратимся именно к такому соборному разуму, как наше общество. Оно, во-первых, прекрасно, оно умеет принимать решения, если ему это, в общем-то, позволить. Ну вот, если говорить не об убийстве в рамках военных действий, а об убийстве с точки зрения религии в мирное время, вот на днях протеерей Дмитрий Смирнов на вопрос, является ли грехом совершение аборта матерью, которой врачи сказали, что ее беременность полностью противопоказана, он сказал, что есть такие христиане, в кавычках, убивают собственных детей, а потом спрашивают, грех это или нет. Вот какая у вас позиция по этому поводу? По поводу аборта вообще, да, это действительно, я считаю, очень тяжкий грех. Церковь личностью в момент зачатия родители дают будущему человеку плоть, а Бог дает в этот момент, когда сливаются вот эти две клетки, бессмертную душу. Если государство не защищает в юридическом плане права личности, то это государство в общем-то не может называться правовым, а может быть только каким-то теократином в любом случае. аборт есть грех. Социальная концепция русской православной церкви подразумевает выбор женщины именно в смертельной опасности. Кого она выбирает? Оставить ребенка или в общем-то оставить себе жизнь? Поэтому здесь естественно ну раз концепция русской православной церкви дает такое право выбора женщины она должна сама это решить. За нее никто другой решить этого не сможет. Крещение детей, которые родились в результате эко, как вы к этому относитесь? В результате эко я совершенно нормально к этому отношусь. Крещение да, пожалуйста. К самому эко вопрос неоднозначный. Почему раньше не воспринималось эко? Потому что оплодотворялись несколько яйцеклеток, сильный эмбрион оставлялся, другие замораживались или использовались в общем-то в других каких-то биологических целях. То есть убивалось. Вот против этого и выставала церковь. Само эко в общем-то здесь никаких препятствий нет. Спасибо вам, что нашли время и вышли в прямой эфир программы Абонент Доступен. На священник Русской Православной Церкви Игорь Фомин был гостем программы. Спасибо вам, отец Игорь, всего доброго и до свидания.